Друзья, я Григорий Герман. В течение ближайших получаса политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов о Грузии, о северокорейских кимчизаврах, о решительной Южной Корее и нерешительном НАТО в целом и по отдельности о том, какой никогда не будет больше Россия и какой может быть Украина. Оставайтесь, будет интересно. О чем говорят результаты выборов в Грузии? Что там может быть? Это начало большого противостояния революции или нет? Потому что оппозиция не так серьезно настроена, как украинцы во время революции единости. Какие у тебя ощущения есть? Я думаю, ничего не будет там серьезного, что да, были фальсификации, да, это прокол оппозиции. Они знали, что они будут, они должны были готовиться. Но в сельских районах фальсификации прошли, упор сделали на города. В общем, дали власти нарисовать тот результат, который та хотела. И уже и Орбан, и Путин там наверняка все признают. А у оппозиции, у Грузии я не вижу у них сильного харизматичного лидера и сильной структуры. А у власти все это есть. Немножко смущает бессилие президента, который не смог обеспечить честные выборы. Я понимаю, что там не те полномочия, но тем не менее президент есть президент, у него самая высокая легитимность в стране, у него прямые выборы. Не смогли сделать. Если они не смогли на старте это сделать, то, скорее всего, не смогут сделать и дальше. Я думаю, что будут протесты, будут локальные какие-то компромиссы, переговоры, кого-то купят, кого-то запугают. И на этом все закончится. Грузины в данном случае проиграли московским силам. Тут не жалко, не скорбно, потому что они сами к этому шли, они их привели к власти, а теперь от власти убрать не могут. Мы это проходили прекрасно с дорогим нашим Виктором Федоровичем. У нас протест был на выборах в 2004 сразу, на время фальсификации выборов, и он пошел по нарастающей. А в 2014 году у нас не было даже выборов, у нас волна пошла и так. А в Грузии они уже все, что могли сделать, по-моему, они сделали на выборах. Теперь они находятся в более проигрышной ситуации. Там есть, конечно, вариант, если ни один оппозиционный депутат в парламент не зайдет, а грузинская мечта нарисовала себе 89 мандатов. По закону Грузии, если в парламенте не будет двух третей, это 100 депутатов, то парламент будет распущен. То есть шансы есть, в принципе. И уличные протесты, и вот эта схема. Но, честно, я настроен пессимистически. Конечно же, главная тема, которая обсуждается сейчас практически всюду, самая яркая, международная, это корейцы. Корейцы, которые то ли уже вступили в войну, то ли скоро вступят в войну, как раз должны где-то в твоем районе появиться по идеям. Я тебе больше скажу, а не с нами первыми и столкнутся. Вот, да, да, да. Ситуация динамичная, и мы переходим. То есть, когда мне позвонили, сказали, а правда, что у вас 2000 человек в окружении? Я говорю, ну, я бы знал. У нас несколько есть групп, где мы постоянно поддерживаем контакты. У разведосов своя, у пилотов своя, у командиров своя, у огневой подтрывки своя. Но так или иначе, мы контактим. И если в соседнем организме что-то такое происходит, мы бы знали, 2000 это много. Это когда Путин зарядил на саммите БРИКС. На вечерах тырский опроверг, да. Но, тем не менее, при всей динамике, как бы, в течение двух часов наша группа, наш подраздел может быть фактически в оперативном окружении. И в течение этих же нескольких часов несколько раз угрожает окружением противнику. Очень динамично, очень быстро меняется, группы перемещаются. Но, тем не менее, некая стабильность, некий постоянный противник есть. Так вот, наша 41-я бригада, которая здесь в Курске с самого начала, фактически. Ну, здесь работаем батареонно-тактическими группами. Но, тем не менее, 41-я бригада вот работает. И наш противник уже какое-то время, это 810-я бригада морской пехоты России из Крыма. Именно их накрыли несколько дней назад. Они, как у нас говорят, очень борзо поперли на наши позиции. Там прямо фильм ужасов. Как на параде психическая атака, помнишь в фильмах? То есть, 810-ю потрепали очень сильно, и мы с ними продолжаем биться. Если там 95-я больше, 155-й воюет, 255-я терророны, там у них свои противники. Наша 41-я бьется с 810-й, с морпехами. Достаточно жесткий противник, достаточно тяжелый. Это я так рассказываю сейчас весело. На самом деле, противник тяжелый. Так вот, именно в 810-ю на усиление, в связи с тем, как мы сделали большие минуса, именно в 810-ю морской пехоты идут на усиление, как мы их ласково называем, собакоеды. Но мы просим бойцов так не говорить, называть их кимерсены, потому что собакоеды не политкорректно. Кого-то обидят. Но шутки на эту тему неизбежны. Вот они идут в 810-е на усиление, так что мы их увидим. Но пока я вижу эти проскакивающие сообщения, что где-то кого-то уже взяли в плен, где-то там кто-то сбежал, я не видел, никто из нас еще их не видел. Ни в прицел, ни с дрона, никак. И вчера выступал пресс-офицер Ату Сиверска, это вот здесь управление наше, пока ни одного пленного корейца, ни одного убитого, зафиксированного нет. То есть они где-то здесь. Разведка уже как бы разного уровня. Разведка от ГУРа до местных разведосов, те дают информацию, что да, уже здесь идут в 810-ю на усиление. Непонятно еще, как и кем они будут работать. Тут несколько сценариев. Но то, что они здесь, парт. Столкнемся, я тебе сразу расскажу. Твои мысли по поводу того, на кой вообще, в принципе, Путину это понадобилось? Потому что ему не хватает контрактников или просто это какая-то игра на уровне Третьей мировой? Во-первых, и то, и то работает. Во-первых, контрактников действительно не хватает. Официально Русня признает то, что они с июня месяца, с начала лета, теряют в месяц больше, чем набирают на контракт. Официально они набирают на контракт, они говорят, что до 30 тысяч. Реально говорят, что 20+. Мы минусуем минимум 40 тысяч в месяц. То есть десятка у них убывает невосполнимо то, что они мне набирают. Но, по моим оценкам, это не с июня, это с мая, с апреля еще идет. То есть да, они теряют, да, 10 тысяч бойцов совершенно не лишние, не им, не нам. Это тоже для понимания, они сюда уже нагнали 55 тысяч на прошлой неделе. Здесь был Сырский, его оценки, и они продолжают рыбать, поэтому 10 тысяч – это не принципиальное изменение. Хотя, опять-таки, цинично говорят, даже 10 тысяч дикарей с копьями и каменными топорами – это все кружевая сила, и все нам придется отстреливать. То есть, в первую очередь, да, это немножко их усиливает, немножко компенсирует дефицит личного состава, потому что они не могут разорваться между Покровском, Курахово, Волчанском на Харьковщине, Купенском, Северском и нами. Так что вот этот работает. Плюс фактор, да, он втягивает, показывает всем, что вот смотрите, это не мы воюем с этой Украиной, это мы все вместе воюем против страшного Запада, против Америки, против НАТО. Ночью группа пробивалась в Брянскую область какая-то, ну, с нашей стороны. Подробностей особо нет. Брянские сперва сообщили, что отбили попытку прорыва границы, а потом пошла уже информация от ФСБ, что границу прорывал 75-й полк, спецназ рейнджеров США. И они обнаружили наколки на руках, характерные для рейнджеров, даже опубликовали фотку. Я поговорил с пацанами, кто в курсе, действительно есть такой 75-й полк спецназа рейнджеров, Соединенных Штатов, их не видели со времен Иракской войны. Они как-то нигде не светились. То, что их здесь нет, я вижу, понятно. Вот. Но самое смешное, что на фотках присутствует действительно татуировка рейнджеров, характерный свой символ 75-го этого полка, канадский почему-то флаг и Библия на польском языке. Визитки Яроша не было? Они говорят, вообще, ну, это подразделение рейнджеров спецназовское, оно с Библией несовместимо вообще, если они по-христиански ведут. Там визитки Яроша, но это просто... Для фуллбакса не хватало визитки Яроша еще, да, для флеша района. Они с местного музея собрали, видно, все, что смогли, и вот выложили вместе. Вот все, что Мохт сказал. Да-да-да, это тот самый славный 75-й полк рейнджеров, который... А вы откуда? Из Швитомира. Из Швитомира? Вот это, Швитомирский 75-й полк рейнджеров. Ну, в Нью-Йорке воюем, поэтому... Да. Хорошо, окей. Но тему это они качают. Они качают вечно тему, что тут американцы, что тут САС-15 штурмовал их позицией под часовьяром. Там тоже мы рыдали просто. САС так не работает. Вы хоть в Википедии почитаете, как работает САС, где он используется и сколько их вообще. Ну, вот тут они рассказывали, что поляки и французы зашли в Суджу. Это как раз мы там. Вот 41-я бригада, это зона ответственности рядом с Суджей. Мы там воюем. Нет у нас ни одного из поляков и французов. У нас вообще ничего нет. Из британцев у нас только форма британского стандарта. Вот мы покупали себе с пацанами, зашла. А так нет ни поляков, ни французов. Но Русня постоянно качает тему, что здесь наемники, натовские, поляки, великобританцы. Раньше, еще полгода назад, у них была очень модная тема. Это негры из НАТО, геи. Идут на них. Но поскольку они негров нагребли себе сами где-то могли там, где-то в Южной Африке, где-то на Кубе кого-то, сейчас эта тема резко переключилась. Теперь у нас белые наемники. Да, кто привлекает негров геев, а кто привлекает негров арасов. Да, тут вообще в принципе все ясно изначально. Как ты думаешь? Опять же таки, я понимаю, что это фантазия, но все-таки у тебя опыт. Воевать северокорейцы будут так же, как и русские. Ну то есть заградотряды сзади будут их отстреливать активно. Или они создадут свои заградотряды, привезут уже цельные подразделения. Ага, с собаками. Я не знаю, даже мне кажется не стоит гадать. Мы через несколько дней, через неделю все это увидим на практике. То есть с одной стороны мотивации у них конечно ноль, с другой стороны у них в Северной Корее наверняка может возможно, у них семьи, которые фактически заложники. И куда ты попрыгаешь после этого? Другое дело, что боевое слаживание, украинское излагоджение, это больное место и у русских, и у нас. Из-за этих проколов все беды. Именно когда ты работаешь в одном организме, в одной бригаде или две бригады рядом постоянно, вот вы держите оборону или наступаете, есть понимание, есть горизонтальные связи. Ты знаешь из другого батальона пацанов твоего уровня, тех, кто тебя поддерживает. Знаешь их арту, знаешь их снайперов. У тебя прямой телефон с разведкой, ты дружишь, давно и общаешься. Вы друг друга выручаете, вы знаете, чего от кого ждать, где у кого сильные места. Если я знаю, что вот в третьем, четвертом батальоне, ну безумно дерзкие пилоты-беспилотников, просто вот им скажи, ребята, надо жахнуть, ребята бросают сон, бросают отдых, приезжают и жахают, потому что надо выручить, им просто это нравится, а не фанатики. Ты знаешь, что там кто-то работает косо, кто работает с нашей 41-й бригадой, опять-таки все знают, что у нас, наверное, ну если не лучшая, то одна из лучших в Збройных Силах Украины арта. Ну безумно действительно классная. Наша арта работает, и это ребята Посейдона, ребята Макса, ну они просто, ну чудесно работают. Все знают, что на нашу арту, если дать ей снарядов, рассчитывать можно всегда, это будет изумительно. Все знают наших минометчиков, тоже ротоводовой подтримки, Гримм, 41-я бригада, ювелиры, просто ювелиры. За ними специально охотятся, за ними охотились на Часов Яре, за ними охотятся здесь теперь специально, потому что ювелирно работают пацаны. Вот это вот здесь, и ты это знаешь, и про своих, и про чужих, сильные, слабые места, когда мы все время вместе, один организм. А когда боевые зла, у тебя тут один батальон, тут второй, тут третий, ты их не знаешь, ты даже не всегда врубаешься, кто рядом с тобой, и ты не знаешь совершенно, чего от них ожидать, даже если ты год назад там на Херсоне или где-то с ними рядом воевал. За год поменялся личный состав, поменялись командиры, кто-то куда-то перешел. И, ну, то есть, возможно, любое. Ты не знаешь, чего от людей ждать. Это плохо, это очень тяжело. Это отсутствие связи, отсутствие понимания. Но это у нас. У русских еще хуже. У них тут сборная целянка, у них тут такой иногда бардак бывает, что просто. Мы же друг друга слушаем по рациям постоянно, добавляя этот фактор. Тут приходится все время химичительно, сказательно. Теперь представь на корейском, попробуй что-то передай. Под грохот, под шум, под плохую связь через переводчика. Проводить боевое зло с подразделениями из другой страны, привыкшей к другим командам, к другой тактике, к другой дисциплине, к другому климату, к другому рельефу. Как? Они пришли без техники. Какие еды? Какое продвижение вперед без техники? Куда? Пешком? Давай, удачи. Дронов здесь настолько много, что схема перебегать по одному работает плохо. На Часовьяре она работала и у нас, и у русских, потому что на одного человека тратить дроны в пивишку никто не будет. Здесь на Курщике запросто, можно и два потратить. Здесь идет выбивание очень жесткое. И как они будут воевать, как они будут общаться, ну это выглядит таким сюрреализмом. Поэтому я думаю, что либо их, как Акрема и Педроиздел, возьмут вот эту кучу, поставят им конкретную задачу, условно говоря, как мы шутили в первые дни войны. Вот автомат, вот твой командир, русские там регистры. Хорошо, бог с ними, с кимчезаврами. Другая сторона существует у северокорейцев здесь в Украине. Это реакция Южной Кореи. И тут достаточно интересно, потому что последнее заявление президента Южной Кореи о том, что они будут принимать поэтапные меры в зависимости от развития российско-северокорейского военного сотрудничества. И тут меня, честно говоря, как-то смущает выражение поэтапные. Да, потому что, как бы, что-то я как-то привык во время взаимодействия с нашими партнерами, что поэтапное означает медленно и не вовремя. Как ты думаешь, может ли быть по-другому с Южной Кореей? Думаю, нет. Я думаю, что в Южной Корее есть свои переговоры и контакты с Москвой. И пока Москва не пересекает красную линию, то есть не передает северокорейцам технологии там ядерные, какие-то ядерного оружия, Южная Корея будет вести себя сдержанно, аккуратно и бесконечно проводить поэтапные консультации. Как только ратчаи нарушат правила игры, чего от них добивается, собственно, Северная Корея, то тогда Южная Корея окажет на максимальную поддержку. Все. Мне кажется, в это дело все упирается. Это опять-таки не инсайт, не... У меня нет источников ни в Кремле, ни в Северной, ни в Южной Корее, как многие пишут, а это просто анализ. Мне кажется, что вот такие причины, такой фактор работает. То есть для того, чтобы Южная Корея начала активно нам помогать уже предметно и быстро достаточно, необходимо четкое и абсолютное понимание того, что Россия передала в Северную Корею какие-то очень чувствительные для Южной Кореи технологии, знания, либо просто уже тупо материал. Да, мне кажется, вот так. Пока это работает как сдерживание. Окей, на кой тогда Ким Чен Ыну передавать сюда какие-то там типа нетоварное количество своих людей. Зачем? Типа тупо деньги зарабатывает или все-таки он получает что-то от Путина? На России они заработали 5,5 миллиардов долларов, по-моему, это очень много, это там вообще для них очень много, это четверть всего, что они зарабатывают. А во-вторых, людей им тоже не очень жалко, людей у них много, армия у них очень большая. Бесценный современный боевой опыт это реально не оценишь никак. Даже из этих десяти тысяч выживет тысяча за месяц и вернется. Она вернется с пониманием как выглядит современная война сейчас. Потому что то, что сейчас происходит здесь на линии фронта и в Курской, и в Донецкой областях, и в Запорожской, это имеет отношение к доктринам военным, прописанным еще 10 лет назад, которые действительно на 20 лет вперед в России, в НАТО, в США, в Великобритании, в Украине. Это имеет отношение к учебникам, ко всем к военным, которые были написаны. Приблизительно такое же имеет отношение как море и свинки к морским свинкам. Да. То есть все те же названия, но реальность вообще другая. Совсем другая. То есть война сейчас в 24-м году она отличается от войны 22-го, а война 22-го отличалась от войны 15-го. А с теорией это вообще не имеет ничего общего, все вообще другое, и тактика меняется, и Россия нащупывает свою тактику, к сожалению, нащупывает удачно. Мы нащупываем свою. Взаимодействие тыла и фронта, мобилизация населения, которая оказалась и у нас, и в странах НАТО, совершенно не готова воевать, не хочет воевать и в России те же проблемы. То есть куча нюансов, ну, не берем сейчас это, берем просто боевые действия с дронами, боевые действия с гавами, беспомощность танков перед этими дронами, все рэбы, опять-таки, применение, то есть все настолько немножко по-другому стало, что боевой опыт реально бесценный. Поэтому Северная Корея, которая постоянно готовится к войне с Южной, хочет этот опыт получить. Получить опыт можно только одним способом, отправив сюда людей, часть из них потеряв, часть вернется уже инструкторами. Глобальная проблема номер два и глобальный вопрос номер два, который поднимается в последнее время. Приглашение Украины в НАТО. Как может отреагировать Путин и вообще вся российская верхушка, вся эта комарилия, если Украину таки пригласят в НАТО, то есть речь, как сказал президент, речь не идет о принятии, речь идет о приглашении. Приглашение не закончит сразу войну, правильно? Безусловно. Приглашение ни на что не повлияет, особенно если будет поставлено условие, что мы вас приглашаем, но вступите вы только после мира с Россией. Все. На самом деле НАТО, ну очевидно, что НАТО выигрывает от вступления Украины. Конечно. только что, о чем мы говорили. Боеспособная армия с кучей ветеранов, с кучей опытных бойцов и спецура, и снайпера, и арта, и минометчики, и водители, и пилоты дронов, и рэбовцы. Этому можно учить, можно научить, но реальный боевой опыт, тем более в таком количестве людей, как у нас, это очень сильная армия, пожалуй, сейчас самая сильная армия в континентальной Европе, и НАТО бы очень выиграла от нас. Но работает другой фактор. Вот насколько Путин и его окружение боятся Альянса, настолько целый ряд стран Альянса, если не все, но многие боятся Москвы, боятся конфликта с Москвой. И поэтому пока идет война с Россией, пока этот риск есть, но НАТО нас не примут, чтобы не воевать. Такой очень мирно настроенный оборонный Альянс. Да, я на самом деле практически всегда был таким. Но, если говорить о действенности Альянса, вот ты, как ты только что сказал, успел повоевать за это время и с АС, и с британскими наемниками, и с французскими, и с польскими, и даже с неграми из ЛГБТ. Слышал ли ты заявление министра начальника генерального штаба Польши о том, что Польша не будет ждать ни секунды, если Россия нападет на Литву и будет атаковать, в том числе наносить ракетный удар по Санкт-Петербургу. Достаточно такое яркое заявление, но оно является свидетельством и подтверждением того, что где-то между странами, которые входят в этот пояс вокруг России, начинается работа над двусторонними договорами помимо НАТО. И это двусторонние договора могут быть намного более яркими и действенными, чем пятая и даже шестая статьи. Да, мне кажется, это перспективно, потому что НАТО оказывается своим коллегиальным решением, единогласно «за» должно быть неповоротливо. В современной войне это очень плохо. Тем более, мы понимаем, будем реалисты, мы видим, какие тут боевые действия. Мы многому научились за эти почти три года большой войны. Действительно многому. И зеркально Россия тоже научилась многому, очень многому. У них подросло новое поколение командиров. да, хватает дуболомов, паркетников, по-прежнему наследники Жукова, да, но подросли и те, кто умеет воевать, кто учится воевать. У них целое подразделение уже обновили полностью личный состав, потеряв полный, набрав новый, новый же отвоевался. Это совсем другие подразделения, это совсем не те, кто заходил к нам, умирая колоннами. То есть российская армия стала гораздо крепче, гораздо, ну, война для армии это действительно лучшая подготовка, как ни крути. вот, и если сейчас Россия вдруг завтра нападет на даже на все три страны Балтии, сколько потребуется времени, будем реалистами. Размеры армии тех стран не позволят оказывать сопротивление, это несколько дней, это неделя, скорее всего, вот такая реальность. А Польша будет либо одновременно атакована с территории Беларуси, либо следующей, через неделю. И тут поляки четко на сквечкуре понимают, что отпор надо давать заранее, не ожидая, пока придут к тебе домой. К сожалению, они пока не воспринимают, что они в следующей после Украины или очень верят в нас, в то, что мы справимся. Я думаю, что скорее второй вариант, потому что, видишь, все равно они, Польша как раз очень активно заявляет о том, что необходимо и больше помогать и достаточно активно и четко заявляет, что они следующие, видишь, даже в кое-то веке сказали, что нанесут превентивный удар, как у меня какая-то определенная динамика. Это хорошо, но мы рассчитываем на помощь. Я по большому счету пришел, извини, поначенник такой, что рассчитывать можем только на себя. Как всегда. откуда у нас подразделение, мы за месяц потеряли пять машин и бронетранспортер, ну, не бронетранспортер, расшельку, сенатор, бронеавтомобиль маленький. Да. Тоже пивишка его догнала на днях. Даже не за месяц, за три недели. Мы потеряли пять автомобилей и бронемашину. Вот такие. Откуда у нас берутся новые? Минометчикам дала два бригада, они их сейчас чинят, потому что они в ужаснейшем состоянии, там нужны или на пикапы. Одну подарили нам волонтеры поджерик, я сейчас на нем мотаюсь, и еще хорошую машину, но больше для все-таки езды по второй линии, для подвоза или КБК, не для эвакуации, не для боевых действий. Подогнала Верховная Рада вот Андрей Герус, глава комитета по энергетике, Саша Юрченко ее пригнал, депутат, он тут у нас все время практически находится. Вот две машины от бригады, две машины, и еще одну или две мы, наверное, будем покупать, а эти, что нам передали, их надо чинить, где я возьму деньги. Поэтому я со своей стороны я рад любой помощи со стороны партнеров, любым консультациям, переговорам, всем прочим. Но я знаю, что быстро можно рассчитывать только на себя, но, к сожалению, волонтеры не могут привезти мины и снаряды, их надо делать. Государство ли это будет делать, частники, или покупать, но надо давать вопрос, нам нужны деньги, как ни крути, нужны деньги, для этого бизнесу нужен зеленый свет, а что такое для бизнеса зеленый свет? В принципе, я вижу три условия, то, что основное, то, что с кем я общаюсь, это все-таки снижение налогов и администрирования, а не повышение, снижение тарифов на ту же укрозалезнитель и каких-то еще тарифов державных и бесперебойное энергопостачание, что тоже очень важно. Но, слава богу, на 60% атомной генерации и есть вероятность, что МАГАТЭ все-таки пришло и будет мониторить, и не будут бомбить подстанции наши, которые завязаны на атомы, потому что саму АЭС бомбить бесполезно. Такой слой бетона, да. А вот открытые распредустройства подстанции могут. И министр, если говорить, что МАГАТЭ возьмет под контроль, не будут бомбить энергетику, с этим что-то решим. Вот на эти деньги мы можем рассчитывать, на этих людей можем рассчитывать. Равно как и украинцы прекрасно понимают, что никаких польских наемников, французских, спецназа американского тут нет. Их могут защитить только силы обороны Украины. Сбройные силы МВД, ну, такие. То есть мы тут рассчитываем друг на друга, друг друга вытянем. Все. Все остальное опционально. Оно может быть, может не быть. Поэтому очень рассчитываем на помощь и 50 миллиардов, на которые большая семерка все-таки расщедрилась. Кредит, который мы не будем отдавать, потому что его отдадут за счет активов, доходов от российских агрессионных активов. Это все гуд. Но по большому счету рассчитывать можно только на себя. Я думаю, что это понимают и чувствуют другие страны-альянсы, и они тоже стараются рассчитывать на себя, заключать какие-то плотные договора, действительно двусторонние, такие трехсторонние, которые ты говоришь. Потому что это как-то надежнее, чем большой, сильный альянс, который ужасно не поворотлив. Есть такие страны, как та же Угорщина, которые очень будут тормозить все. А это современная война. Тут за сутки может все измениться настолько сильно, что пока сутки встретились, общались, министры или главы государства, выражали глубокую озабоченность, уже может быть потеряна половина страны или целая страна. помнишь, была такая фраза «Fat birds don't fly», то есть толстые птицы не летают. И вот, по-моему, мы имеем как раз ярчайший пример этой поговорки. Хорошо. А в последнее время, в особенности после Курской операции появилось, после начала Курской операции, давай так, появилось четкое очень ощущение и мнение, что вот все, что происходит сейчас, практически подталкивает Украину к тому, что она станет Израилем Восточной Европы. Ну, то есть, это страна, которая рассчитывает прежде всего на себя, на свой оборонный комплекс и при этом делает то, что считает нужным, но не теряя связи со своими главными партнерами, с теми же Соединенными Штатами или с тем же Евросоюзом. Надо забомбили нахрен генерального секретаря ХСБЛ прямо в бункере. Надо нанесли удары по Ирану. Надо договорились со своими союзниками, по каким именно объектам в Иране необходимо бить. А может ли действительно Украина стать таким же государством только в Восточной Европе? Может, я надеюсь, что станет, в принципе. Опять-таки, зависит от нас. Ты же прекрасно понимаешь, что такому сценарию рада только Украина. Не Россия, не наши союзники не хотят видеть Украину, Израилем, Восточной Европы. Мы занимаем чужое место в данном случае в центре доски. Это место многие отводят под себя. Поэтому нам будут мешать всячески. Россия будет мешать агрессии. Вчерашние союзники, нынешние партнеры будут мешать мягкой силой какой-то. Мол, вот это вам не надо. Вот тут у вас большая коррупция. Вот тут давайте займитесь этим. Мы сильные, нужны только себе. Но мы уже как бы, знаешь, кто-то снял розовые очки в 2014-м, кто-то в 2017-м, а кто не хотел снимать их, тем в 2022-м году эти очки разбили прямо вместе с носом. Да. И мало у кого они остались. Теперь мы знаем, опять-таки, что верить можно только своим, доверять нужно только себе, рассчитывать только на своих. С виду своего, просто по-своему. Я не помню, кто это сказал, по-моему, даже автор не установлен, но приписывает то Бандере, то еще кому-то. Но так или иначе, можем рассчитывать на себя. И да, если будем рассчитывать на себя и делать то, что должны, не увязнув в грязне между собой, как мы очень любим, то у нас есть все шансы, да, сильная послевоенная страна, разоренная войной, но я думаю, что как раз вопрос восстановления и денег на все это, вопрос очень даже решаемый. В мире переизбыток денег и вкладывать в строительство, инфраструктуру, в вид будову новой страны после войны, я думаю, что желающих будет очень много. Главное в этот момент не прощелкать и сделать действительно получить современную мощную страну, как по плану маршала Германии, и при этом оставить эту страну еще и своей. Да, 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 между прочим, с виду своего по свое это намного более характеризующие украинцев высказывания, чем «Моя хата с краю». Последние события с 2022 года показали, что до нихрена хата не с краю, а вот с виду своего по свое вот это вот действительно точно про нас. Да, да, полностью согласен. И опять мы вернулись с тобой к разговору о том, какой должна быть Украина дальше, то, с чего мы, собственно говоря, начали, начали, сможем ли мы устоять от грузинского варианта, сможем ли мы построить Израиль в Восточной Европе здесь. Все в наших руках, все зависит исключительно от нас. Любим мы говорить о будущем, но это напоминает, знаешь, у нас тут немножко черный юмор, есть такой анекдот, как девушка говорит с парнем, ты меня любишь? Да. А будешь плакать, если я умру? Буду. Покажи, как ты будешь плакать. Сперва умри. Мы с удовольствием рассуждаем о том, как обустроить Украину после перемоги, после того, как будет мир, будем восстанавливать страну, и давайте сначала закончим войну. Абсолютно с тобой согласен. Можем как-то закроем, отобьем врага от нашей границы, потом уже займемся. Я боюсь, что мы сейчас уйдем в планы мечты, можем еще 10 раз поругаться про эти пути по пути, а нам еще надо вместе воевать пока. Подтверждая тем самым наш украинский менталитет. И то, о чем ты говоришь. Хорошо, хочу закончить с тобой вопросом о том, как, по-твоему, если рассматривать будущее России, то какой Россия уже не будет никогда? Ну, то есть, вот, начиная с 22-го, года Россия движется в каком-то совершенно определенном пути, и в конце этого пути явно что-то зловонное, мерзкое, отвратительное и бесконечно темное. Какой она не будет больше никогда? Ну, для нас она не будет другом и братом точно никогда, хотя многие в этих иллюзиях жили даже после 14-го года. Есть отдельные, это мы видим по объектам вербовки и сейчас верят в Россию. Такой она уже не будет для нас. Она не будет цивилизованной страной для многих европейцев. Хотя Россия сейчас именно в эту пропаганду вкладывает кучу денег, создание образа другой России, хорошей оппозиции, то есть, эта формула «Во всем виноват Путин». Русские хорошие, Достоевские и все прочее. Я думаю, что от этих иллюзий многие избавятся. Ну, а в идеале я надеюсь, что Россия больше никогда не будет опасной, потому что никогда не будет большой. Великая. все-таки проигранная эта война закончится какими-то центробежными процессами, там, руиненными на окраинах, откол там Татарстан, Дагестан, Чечня, другие там народности, Якутия, где-то при подыгрывании Китая, где-то при нашей поддержке. Я думаю, что когда Россия распадется на 10 других государств, чего, кстати, очень не хочет, по-моему, западная элита, она не хочет видеть 10 ядерных государств, не хочет видеть смута, а хочет видеть большой рынок сбыта и противовес, рычаг давления на Китай, до сих пор они в это верят. Нас как раз интересует такой сценарий, чтобы Россия больше никогда не была объединенной большой страной. Как только будет много маленьких стран, они будут развиваться, они будут делать ошибки, но это будут нормальные страны, с которыми можно будет иметь дело. Нынешняя империя с вечным имперским комплексом готовы жить в говне, готовы не жрать, готовы отправлять детей и мужей на убой, но быть великим. У них идеология такая, даже ментальная уже в генах, не жить богато, не жить свободно, не жить счастливо, а чтобы нас боялись. Да, да. И только раскол России на несколько государств избавиться, по-моему, от этой болячки. Спасибо тебе, береги себя настолько, насколько это возможно, и, ну что, учите фразу, сдавайтесь в плен, у нас есть вкусные собаки и нецелованный портрет Ким Чен Ына. Да, портрета, правда, нет, но мы распечатаем весь клинтер. Главное, чтобы нецелованный был. Все, спасибо тебе, береги себя.